Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 27 мая, день Исидора, назван в честь святого мученика Исидора. Будучи христианином, он отказался принести жертву идолов. Его растянули и жестоко били, потом отрезали язык. Однако святой и после отрезания языка говорил достаточно отчетливо, прославляя Христа, Бога истинного. Воевода, который приказал это сделать, от страха пал на землю и сделался немым. Тогда решено было отсечь святому голову, на что Исидор с радостью согласился. Имя Исидор у наших предков трансформировалось в Сидора. Считалось, что с этого времени начинает постепенно устанавливаться настоящая летняя погода. В этот день начинали сажать лен. Гадали, удастся ли в этом году собрать урожай. Для этого вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели. Если она оставалась мокрой, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов и наоборот. Если сегодня увидите ласточку, то нужно обязательно умыться молоком. Это позволит сохранить молодость и красоту. Существовало верование, что на Сидора, Сивера ветер уходит на север, а вместе с этим оканчивается тяжелый период работы в полях. Сегодня можно было заговаривать богатство для семьи. Для этого сегодня собирали семена сухого прошлогоднего лопуха и бросали их через левое плечо, произнося заговор. Как вы, лопухи, сами сеетесь, растете и размножаетесь, так, чтобы и деньги мои росли и размножались. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Приметы. Холодная погода в этот день, лето холодным будет. Прилетели стрижи, теплые дни впереди. Ласточки рано прилетели к удачливому году. Если день ясный, то будет хороший урожай огурцов. Если утро холодно, а день пасмурный и к вечеру прояснится, то посеянный в этот день может пропасть. Анимейшн. Добрый день, Генеша. Я восторгаюсь вашей целеустремленностью, вашим бойцовским характером. Вы, несмотря на всю критику, остались верны своему полезному делу. Осознанно пришли к разного рода вещам, выводам и прочее, прочее, прочее. Убедились в их эффективности, которая вас выделила из общей толпы, из биомассы. Что их слушать? Вот что их слушать? Одно дело, что-то полезное было, что вы применили и сказали, да, вот это вот работает. А просто-напросто, просто-напросто, смотрите, просто какая-то критика идет, которая, как бы сказать, лишь бы так сказать, без всякого обоснования. Вот как насчет вот этого чистки печени. Помните, сколько там, вот кто посещает канал, сколько там разного рода критики были, что эти камни там образуются от смешения лимонного сока с оливковым маслом, что это они не выходят, что это вообще, это процедура ерунда и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сколько я на эту тему говорил. Вот если там это, их послушать, то все там брось, этим делом не занимайся. И грубо говоря, а что вы посоветуете? Да ничего не посоветуете. Ничего не посоветуете, обращайтесь к профессионалам. А я уже обращался к профессионалам. Мне вырезали аппендицит, который мог бы благополучно быть, после которого возник геморрой. Мне вырезали гланды, после которого гайморрит возник. Мне еще кое-что там, многое там сделали такого, насчет особенно там зубов, что только к ним обратись. Вот, поэтому я предпочитаю своей головой думать. Оставьтесь верной своему полезному делу. И я все больше и больше убеждаюсь, что тематику здоровья, тематику жизни, изучай, смотри, практикуй, отбирай лучше. Почему там кто-то достиг более лучших результатов, чем ты. Применяй их, не ленись там. Как эту лень там избежать? И будет получаться у тебя. То же самое в спорте и так далее. Там многое о чем я говорю. И будет верность твоему полезному делу. Я уже 26 лет живу и молюсь за вас. Спасибо. Состояние здоровья 42 года было на грани. Я не хотела жить. Ну, видите, можно... Вот почему в 40 там где-то лет состояние здоровья приходит на грань уже. Почему человек выработался, хотя он может еще жить и жить и жить и жить. И не то жить и быть здоровым. Оказывается, из-за того, когда он живет самотеком. Знаете, вот ест, не соображая, что он... Как он ест. Живет, не соображая, что вот так вот все живут, ходят на работу, там делают то, сё, пятое, десятое, там. И так далее. Ну, как все. Вот мы живем как все. Живете как все, значит, вы получаете результат как все. Как только вы начнете несколько по-другому жить, так, чтобы другим не мешать, а вот именно то, что у вас есть, полезное, творческое, человеческое, начинаете это культивировать, получаются совершенно иные результаты. Так, видите, 42 года, всё, человек... Вот как все. Всё, и 42 года. Что вы хотите? Значит, было на грани. Я не хотела жить. А человек не хочет жить, знаете, почему? А потому что у него возникает душняк в его собственном теле. Тело – это для нас дом, которым должно быть чисто, светло, хорошо, приятно пахнут, проветриванные, так сказать, комнаты и так далее. А у нас там душняк, у нас там боль, у нас там нету несчастья, не любви. Мы не можем высказать открыто своё мнение в окружающее, а вдруг они подумают, что мы там свихнулись или ещё что-то. И в результате – да, нам не хочется жить, мы не можем жить из-за того, что вот такая вот создалась атмосфера, душняк в своём собственном доме, душняк в своём собственном сознании. И человек не знает, а как из этого вырваться. Смотрите на меня. Я не хотел жить. Объяснил, почему. Болело всё тело. Всё тело болело. Когда всё что-то болит, естественно, там, не до житья, не до наслаждений, не ещё до чего-то. Потому что боль, всё, она вам всё перекрыла для того, чтобы включилось одно ваше сознание и начало работать на то, как из этого выйти, как из этого выйти, для того, чтобы, в конце концов, пожить совершенно иной жизнью, жизнью более здоровой, которую вы не знали до этого. Вообще некоторые люди с самого рождения не знают, что такое здоровье, настоящее. И так болело всё тело. Энергия покинула. Ну, энергии нету. Чё делать? А я ещё молодая была. И когда нашла ваши книги, я с головой окунулась в ваше учение. Это не моё учение. Это общечеловеческое учение. Очень важно собрать вот это всё знание, обработать и показать. Вот оно, великолепие. Смотрите. Да вы можете жить совсем другой жизнью. Вы надумали в 42 года умирать? Постойте. Да вы ещё можете. Знаете? О-о-о! Итак. Окунулась в ваше учение, и через 6 месяцев я стала другим человеком. Появилась неиссякаемая энергия. Перестали беспокоить ноги. Я просыпалась утром, и ничего не болит. Я благодарна вам за подаренную мне жизнь. Низкий вам поклон и крепкого здоровья. Огромное вам спасибо. Анимейшн. Но! Но! Смотрите. Я благодарна вам за подаренную вам жизнь. Эту жизнь вы сделали сами. И это намного более приятнее и более лучше, нежели кто-то вам что-то подарил. Вы стали творцом своего собственного здоровья. А вы можете быть творцом своего собственной жизни, своего собственного успеха. Вы можете быть творцом вообще всего мира. И если скажете себе, что я хочу, чтобы мир был вот таким, 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 таким. И каждый, если из нас, напишет, что он хочет, и добьется того, чтобы это было законодательно закреплено и исполнялось. Это все в наших силах. И сразу все это исчезнет. Вот этот мрак, который здесь имеется. И кто-то тут нами тут управляет, и так далее, и так далее. И решает, что ты можешь жить, а ты не можешь жить. Ты можешь быть здоровым, ты не можешь быть здоровым, и так далее. Хотя они сами не здоровы. Они больны и физически, и умственно. И порождает вокруг себя вот такой вот мир. Извращенный, больной. Это все в наших руках. Немножечко, видите, как завернул. Так что все это мы можем сделать. И можем сделать, а! Не то, что там, ни бог, ни царь, ни герой, которые там придут, и через сколько-то там сделают, и что-то там поменяют. Поменяйте свое отношение к себе. И мир поменяется вокруг. Молодец, анимейшина. Так держать. Включил. Включила свою собственную голову. Провела свою волю, решимость. А знание-то общечеловеческое. И вот вам результат. А не то, что я там просто пил мочу. Чу-чу-ру-чу-чу-чу-чу. А потом вот у меня через полгода вот токсическое там заболевание этого. Печень. Вот такую связь, знаете, сделал, и все. И 20 лет я так и хожу, и так далее. Значит, плохо. Вот знаете, вот я хочу сказать, что вот когда человек все это вот терпит, и он вот терпит вот то, что имеет. Да, болит и болит. Живу, да, живу, и все нормально. И он вот так вот тянет и тянет, знаете, и не живой, грубо говоря, и не мертвый. А когда так припекет, чтобы человек коренным образом себя изменил, вот тогда получаются результаты. Вот тогда появляется то, что вот он делает жизнь совершенно по-новому свою. Совершенно иную, нежели ту, что у него ранее была. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про. Доброго здоровьица и до новых встреч!